Здравствуйте, дорогие друзья. Итак, недельная глава Бешалах, одна из самых мощных, самых сильных глав Торы. Рассечение моря. Проход, представляете, вот стоите, именно в эту неделю раздвинулось море и прошли. Потрясающе. Я имею ввиду с точки зрения Торы. Но воскресенье у нас немножко другой день. Мы не перегружаем себя и чем идем по майсам. Сегодня я просто хочу рассказать историю. Вот представьте себе, что вы решили организовать, ну что, ну университет. Вот не меньше, не больше университет. Сколько времени у вас на это идет? Жизнь? Сто лет? Двадцать лет? Или если вы очень успешный? Пять лет? Я хочу рассказать короткую историю, такая как она была. Как можно все сделать, если с тобой Бог? Вообще, не зря говорят, что если Бог с тобой, какая разница, кто против? тебя. Тем более, что любавический рэвы подскажет тебе дорогу. Итак, в 1978 году один еврей по имени Мел Менахим, его звали уже Александр, который жил в Нью-Джерси и был профессором Колумбийского университета, он решил подняться в Израиль и поселиться в городе Ярухаме. Это Нигевит. Это основан пункт такой в начале 50-х годов, перевалочный пункт, он перевозил в основном эмигрантов из Румынии, Марокко, Персии, Индии и так далее. В 60-х годах Ярухам стал постоянным поселением, но там была сложная экономическая ситуация и молодые люди покинули в основном в начале 70-х годов и город, мягко говоря, не процветал. Именно в этом месте решил поселиться господин Александр, чтобы помочь ему развиваться и вот как бы вложить себя. Перед отъездом в Израиль профессор идет к любавическому Рэбе, рассказывает ему о своих планах. Рэбе ему сказал, что в США есть много городов, которые полностью построены и привязаны к нужным расположенным в них университетах. И университет создает рабочие места и способствует превращению города в место, где стоит жить. Так что, если ты создашь университет в Ярухаме, ты остановишь утечку населения в городе. Ничего себе такое задание, знаете. Профессор продал свой дом, оставил работу и переехал в Израиль. В Ярухам он прибыл, тут начинается внимание чудо, в четверг и в первый же шаббат, после прибытия отправился своей женой в прогулку по городу, чтобы осмотреть город. Во время этой прогулки он обнаружил, стоит огромное новое здание, похожее как такое для школы, пустое. Никто не понимает, что это они спрашивают. В воскресенье утром профессор отправился на прием в главе местного совета. Рассказал, что он, профессор, препатриарх из США, спросил, что за здание. Выяснилось, что оно было построено, знаете, как это все случайно бывает, на бюджетные средства по приказу Министерства образования, которая постановила открыть школу для детей с особыми нуждами. Однако, после окончания строительства выяснилось, что чиновники Министерства перепутали Ярухам с Никевотом, и здание просто стоит без дела, как памятник чиновничного помешательства. Александр рассказал главе местного совета о том, что Любович Схиребе попросил его создать университет в Ярухаме и сказал, что это здание очень подходит под университет. Глава совета немедленно позвонил инженеру, попросил принести ключи, отдал ключи. Говорит, я так счастлив, что нашелся человек, который вдохнет в это сооружение из бетона и стекла какую-то жизнь. В это же время в Израиле начал реализовываться проект городов-побратимов. Городом-побратимов Ярухама стал Монреаль. Глава совета сообщил Александр Бергу, что через два дня в город прибывает с первым визитом делегация из Монреаля. А так как он не говорил по-английски, он попросил перевести. Тот с радостью согласился, делегация прибыла. Мэл, который всего пять дней находится и приехал из США, стал их гидом, рассказал, показал, как сказал университет, показал. Канадцам очень понравилась такая идея, и они предложили ей помощь и материальную поддержку полностью для создания университета. Мэл был полностью поражен. Он всего лишь пять дней в стране обзавелся зданием, получил бюджет. Теперь он должен создать университет. Он отправился в Бар-Илан, встретился с руководителем Бар-Иланского университета, который говорит, слушай, а мы там как раз хотим создать филиал на юге. И нам не хватает филиала именно в Нигеве. Давай зарегистрируй университет в Ярухаме, как наше дочернее заведение. Ты подготовь помещение для занятий, проведи набор студентов, а мы дадим все юридические преподаватели. Александр стал и поражен был своей удачей. После десяти дней пребывания в стране у него было готово все для университета. Здание, бюджет, лицензии преподавателей. Так профессор Александр прибыл в Израиль в сентябре, после окончания осенних праздников открыл Ярухаме колледж, который начал обучение 400 студентов. Надо идти дорогой Бога. И когда ты идешь этой дорогой, те, кто там сбоку, справа, не имеют значения. Если Бог с тобой, кто против тебя значения не имеет. Прохавая от слаха.